Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня у нас продолжается война, в данный момент идут переговоры, я не знаю, чем они окончатся. Я просто решила записать это видео, я не знаю, что будет у нас дальше. Пользуясь случаем, пока я еще с вами, я надеюсь, что все будет хорошо, я, конечно, надеюсь, я решила просто записать это видео и рассказать о своем внутреннем восприятии этого всего. Может быть вам это будет неинтересно. Я сама не очень люблю слушать подобные психологические разные самокопания, но я многое, конечно, переосмыслила за последние дни. Сегодня вот пятый день войны, к сожалению, в Украине, поэтому я решила с вами поговорить, просто поговорить и рассказать, как я к этому отношусь. Если вы давно смотрите мой канал, то, наверное, вы знаете, что я верю в разные такие непонятные штуки, типа фэн-шуй, транссерфинг. В общем, я верю в энергетику и я, конечно, верю тоже в силу молитвы, хотя я давно не хожу в церковь. Меня вообще последние уже несколько лет в церковь не тянет. Я не знаю, по какой причине. О религии поговорим позже. Моё отношение к войне резко негативно. Я против войны. Я за мир. Я всегда за мир. Я очень мирный, домашний человек. И, конечно, я очень сильно этим всем расстроена тем, что происходит. Я хочу сразу сказать, что я никогда в жизни своей не ожидала таких действий со стороны России вот в нашу сторону. У меня мама из России, и не только мама. Мы сейчас с ней просто в шоке. Даже не описать словами, что я сейчас чувствую. Ну, понимаю, что есть там, наверное, люди, которые нам сочувствуют, которые это не одобряют, но которые заслужили того правителя, который у них есть. А мы заслужили своего правителя, который у нас есть. Любой народ заслуживает. Вы знаете, это древняя мудрость того правителя, который у них, в общем-то, есть. Могу сказать, что у меня вообще по отношению к посторонним людям, у меня очень хороший иммунитет. Конечно, любого человека можно как бы довести до очень большой боли, если знать его слабые места. Но вот, например, в отношениях мужчин и женщин я не думаю, что когда-либо в моей жизни может вообще состояться такое, чтобы мне мужчина разбил сердце. Я хорошо разбираюсь в психологии. Вот эти, знаете, всякие там драматические там отношения, мол, там кто-то кого-то предал, там женщина в трагедии. Меня никто никогда не предавал, слава Богу. Но я как бы имею иммунитет к этому. И я думаю, что мужчина мне никогда не сможет разбить сердце, хотя зарекаться нельзя. Я это уже в последнее время особенно ярко ощущаю. Но я могу сказать, что мне Россия разбила часть моего сердца. Просто взяла и разбила. И я никогда просто этого не ожидала. То есть сейчас у меня очень глубокое, очень большое разочарование. Очень большое. Это, ну, можно сказать, конечно, больно. Я в коротком видео говорила, что агрессор, оккупанты, те, кто на нас напали, не дождутся от меня слез на камеру. Вот я надеюсь, что до этого не дойдет. Я постараюсь, по крайней мере. Сейчас я держусь. И свои эмоции, это все мое. Но что касается России, я очень-очень сильно разочарована. Мне очень жалко, что все это так происходит. Вот. Потому что во мне течет очень много русской крови. Больше половины, скорее всего. Но также у меня кровь по линии отца. У меня кровь украинских казаков. Екатерина запорожских казаков смогла одолеть только обманом. И мы должны, конечно, делать выводы. Я могу сказать, что я человек тоже очень доверчивый и очень добрый человек. Но меня можно обмануть один раз. И то не всем, далеко не всем. Но если человек меня обманет, я, конечно, делаю для себя выводы. Я это запоминаю навсегда, могу сказать. И, конечно, запорожские казаки. Это у меня в крови. Ладно, сейчас не об этом. Я могу сказать, что у меня русско-украинская кровь. Вот. И сейчас мне очень, конечно, это все непонятно. Мне просто это все непонятно. Как это все могло произойти просто? Кому это пришло в голову? Вот. Поэтому очень большое разочарование, к сожалению. Я думаю, что многие у нас люди понимают мои эмоции. Я не думаю, что в России кто-то поймет эти эмоции. Вот. В Кремле. Но люди, которые живут здесь, у которых такая же кровь, как у меня, я думаю, они тоже просто в шоке. Если бы эта агрессия была с любой, абсолютно с любой другой стороны, с любой страны. Хотя, как мы понимаем уже, наверное, что это, наверное, маловероятно. Мы уже видим, с какой стороны у нас идет агрессия, к сожалению. Я бы, наверное, так сильно не переживала. И не было бы такого дикого стресса. У меня очень сильный стресс. И я вот несколько дней просто пью таблетки от головной боли. Много пью. И у меня очень сильно болело сердце. Вчера, сегодня ночью. Я все это, конечно, перевариваю, трансформирую. Вот. И я отношусь, кстати, к тому типу потребителей энергии, которые эту энергию как бы перетрансформируют в позитив. То есть есть люди, которые потребляют энергию, энергетические вампиры. Есть энергетические доноры, которые только отдают. А я отношусь к тому типу людей, которые негативную энергию трансформируют в позитивную. Ну, что касается сильного позитива, конечно, его нет. Я могу сказать, что все эти дни я не могу ничего рисовать. Это у меня просто такой стресс. Я не могу вообще заставить себе ничего нарисовать. Я не хочу. У меня нет желания. У меня абсолютно сейчас как бы сильный упадок энергии. И я понимаю, что сейчас преобладают низкочастотные энергии. И я могу сказать, что настолько плохо, насколько мне сейчас. У меня был такой период восемь лет назад. У меня был жуткий стресс по многим причинам. Вот. И только-только я из него как бы выкарабкалась. Я научилась жить как бы совсем с другой философией. Спасибо. У нас теперь вот такие события. Ну, наверное, знаете, как говорят, тоже такая из версий есть, что мы находимся в какой-то матрице вроде как. Не знаю, правда это или нет. И следующий, каждый уровень сложнее. Но то, что следующий, каждый уровень сложнее, я это уже ощущаю. Ну, я хочу предупредить тех, кто за нами наблюдает в той матрице, что более, как бы, следующий, более тяжелый уровень, я не готова. Я не хочу к нему даже подходить. И я не хочу его проходить. Потому что сейчас действительно очень большой стресс. И я хочу сказать по поводу трансерфинга. Наверное, это сейчас никому не интересно. Но я ищу для себя объяснение всему, что происходит. Ну, для себя-то я, конечно, понимаю объяснение в чем. У меня был избыточный потенциал, я так понимаю. И я очень сильно верила в родство наших народов. Создала избыточный потенциал. То есть на какой-то линии жизни, да, то есть есть версия, где всего этого не происходит. Почему-то я туда не попала. Видимо, виновата как бы сама своими установками. Я еще хочу сказать важную вещь. Своё мировоззрение по поводу того, что происходит. Может быть, вы со мной не согласитесь, но я считаю, что события, которые начались в 2020 году, которые продолжились в 2021, они, скорее всего, были направлены на то, чтобы каких-то людей, например, да, заставить что-то делать то, что им не нравятся. И я отношусь к тем людям, которые правила игры не приняли. И вот теперь, пожалуйста, часть вторая. Все равно, я думаю, режиссеры одни и те же. И цель одна и та же. Могу по поводу себя сказать, что меня никто не заставит сделать то, что мне не нравится. Меня, возможно, убьют, возможно, ликвидируют каким-то образом. Меня не заставят принять осознанный выбор в пользу того, против чего моя вся душа. Я сейчас и сейчас и раньше читаю очень много всяких версий, всяких там, знаете, предсказаний про всяких там всадников. Четыре всадника, вот типа второй пошёл. Вы, наверное, знаете, не хочу просто озвучить. Можете почитать сами там предсказания про четырёх всадников. Вот. Но ничего. Я верю в высшие светлые силы. И вот сейчас, в это трудное время, я молюсь. Но я не хожу в церковь, и у меня другие молитвы. Я молюсь высшим светлым силам. Вот. У меня не забубон на каких-то там религиях. У меня нет этого забубона, слава Богу, уже давно. Потому что у меня был такой период, когда я по церквям ездила, по монастырям. Ну, сейчас у меня совершенно другое мировоззрение. Я понимаю, что есть светлые силы. И нужно обращаться к ним за помощью. У меня дома есть иконы. Мои иконы, просто которые я купила в разных местах. Ещё у меня есть икона, кстати, которую мне подарил друг. Я вам про неё сейчас расскажу. Эта икона, современная икона. Мне её подарили перед тем, как я уехала в Киев. И я её взяла с собой. Сначала она висела там, где мы жили. Мы жили у мужа. И была такая ситуация, я вам расскажу. Можно в это не верить. Может быть, это всё совпадение. Икона — это защитница-семистрельница, Божья Матерь. Я верю в это всё. Я верю в силу икон. Ну, опять же, это всё можно объяснить с точки зрения трансерфинга. Мне подарил друг её на день рождения. Это было ещё где-то в 2012 или 2013 году. Как-то так. Примерно в тот период. И я её повесила в нашей комнате. А потом у меня муж попал в больницу. Я очень много молилась перед этой иконой. Правда, у меня просто была внутренняя потребность. И когда мы ехали в Киев, я её забрала с собой. Когда мы её сняли со стены, на стене был такой, знаете, отпечаток, как прогоревшее что-то. Вот просто икона такая сама в широкой оправе. Ну, как бы толстая оправа такая. Она не плоская. И за ней был на этом месте, вот как прогоревший именно след. Ну, мы не знали, как это объяснить. Может быть, как-то прошла проводка каким-то образом через стену, через обои. Я не знаю. Ну, я вам говорила, что я овен. У меня очень сильная овенная энергетика. И я это связала с тем, что, наверное, меня услышали. Ну, я в это верю, по крайней мере. И муж мой поправился. Всё было хорошо. С этой иконой я ездила в Киев. Потом я с этой иконой приехала сюда. Она у меня висит здесь, напротив входа в квартиру. Вот. И у меня есть ещё другие иконы, которые я себе купила. То есть я просто покупала иконы, которые мне нравились. Причём не самые дешёвые, ну, и не самые дорогие. У меня нет возможности покупать там какие-то сверхдорогие. У меня старинные иконы разные. И я помню, что был у нас период, когда у меня муж был без работы. Я работала, ну, как обычно, в интернете и всё такое. Платила налоги. И я купила две иконы. Я их, по-моему, купила на аукционе. У меня муж был просто в шоке. Он мне говорит, я сижу без работы, ты покупаешь иконы. У нас тогда всё наладилось. Я верю, что Бог и светлые ангелы-хранители нас никогда не оставляют и не оставят. Я считаю, что прежде всего нужно иметь Бога в душе, внутри себя. И, наверное, только потому, что я в это верю. Но я в это верю по-своему. Не так, как, наверное, учит религия. Я не хочу ходить в церкви. Сейчас последние годы я вообще не хочу туда ходить. Раньше я ходила очень много, как я уже сказала. Я ездила в монастыри разные. Но у меня вообще поменялось отношение к религии. И у меня очень сильно поменялось мировоззрение. Сейчас я верю в транссерфинг. Это ещё одна такая тема. Я не рассказывала. Я буду ещё потом рассказывать о транссерфинге. Как-то всё не доходит. Наша жизнь до того, чтобы расслабиться и поговорить просто о книгах. Мы поговорим обязательно. Я сейчас даже дома читаю, я стараюсь читать, потому что, ну, чтобы психику разгрузить, я читаю, конечно. Я вообще очень люблю читать. Но сейчас, конечно, мне эмоционально сложно вообще как-то думать о чём-то другом, кроме той обстановки, которая происходит вокруг нас. Те учения, которые нам сейчас как бы рассказываются в транссерфинге, они пришли вообще из глубины веков. Я тоже рассказывала. Это было известно некоторым людям в древности, далеко не всем. Это были тайные Знания. Сейчас это доступно всем, можно читать, кому интересно. Они просто рассказывают, почему происходят те или иные события, и что мы своим мышлением можем привлекать как бы разные события в свою жизнь. Очень грустно, что я привлекла своим мышлением, избыточным потенциалом, скорее всего, тем, что я безоговорочно верила, что никогда не будет никакого вреда со стороны России. Это избыточный потенциал в самом настоящем натуральном виде. И, наверное, что-то ещё. Но я долго не верила, что у нас вообще возможна война. Но уже в феврале, если честно, вот даже были разные опросы в интернете, на ютубе. Я отмечала, что, скорее всего, я считаю, что будет война. То есть были вопросы, как вы считаете, будет, не будет. Я считала, что будет, вот, потому что как-то всё это начало так закручиваться. Я предполагала, что война у нас будет всё-таки как-то больше с дипломатической стороны. Я так это думала. Я уверена, сейчас тут мне под моим видео начнут писать, также пишут под короткими моими видео, по поводу того, что вы раньше молчали, когда на Донбассе были разные события. И я могу сказать, что я абсолютно мирный человек. Я никогда не участвовала ни в каких террористических операциях. Я мирный домашний человек. Я всегда рассчитывала только на себя. Никогда ни у кого не прошу никакой помощи. Это могут подтвердить все мои знакомые. Я никогда никому не обращаюсь за помощью. Я всегда рассчитываю на себя. Но вот сейчас я создаю избыточный потенциал. И, наверное, помощь понадобится, но я надеюсь, что до этого не дойдёт. По крайней мере, до сих пор я ни у кого никогда ничего не просила. И я работала много лет, платила налоги, на которые развивалась наша медицина, наше образование. То есть я обычный мирный человек. Насчёт Донецка я из тех сведений, которые мне известны, те, кто их якобы освободили в Донецке, всех, кого вывезли, сразу же подвергли определённой медицинской процедуре, насколько мне известно. Мужчину в Донецке, насколько мне известно, не выпускают и отправляют воевать к нам в Украину. Хотят они этого или нет? Неужели вы считаете, что это называется освобождение Донецка? Вот я не думаю, что эти мужчины сейчас так думают, а также их жёны и матери. Это не называется освободить кого-то, чтобы сделать из него, извините, воинов, которые не хотят идти на какую-то войну, спецоперацию. Называйте как хотите, я отношусь к этому как к войне, потому что гибнут наши мирные люди. Это самая настоящая война. Это терроризм по отношению к Украине. И те, кто пишут, ах, Россия освободила Донецк, ну каким образом освободила, отправила на войну, это не называется освободила. Освободить это значит предоставить комфортные условия, мирную жизнь. Как я сейчас это вижу, что России в Донецке понадобились просто мужчины для бесплатной военной силы. Я это вижу так. И никакого освобождения я лично в Донецке не вижу. Это я лично не вижу. Что у нас тут, конечно, мы будем вариться в этом всём, не знаю как, не знаю сколько. Сейчас идут переговоры. Ну, видео у вас это выйдет ночью. Что-то будет известно, может быть они к чему-то придут в ходе этих переговоров. Но я могу сказать, что Путин сделал для нашей страны то, что он нас всех очень сильно сплотил. То, что не смогли сделать политики на протяжении 30 лет. Сплотить весь народ. Независимо от языка, независимо от веры, все мы сплотились. И мы вынуждены защищать себя, свою землю. Каждый встанет в строй, если понадобится. И я ещё раз скажу, что я абсолютно мирный человек. Я абсолютно домашняя женщина. Абсолютно домашняя. Но если понадобится мне встать и воевать, и защищать моего ребёнка. Ну и свою землю, свою свободу, конечно же тоже. Я встану. Я не побоюсь. Это будет очень большой, конечно, стресс. Я не отрицаю этого всего. Для того, чтобы защищать себя и свою жизнь, я готова ко всему. Все, кто у нас остались в Украине, многие выехали. Я не уезжаю, я буду здесь. Если мне суждено здесь умереть, я здесь умру на своей земле. Вот в своём доме, на своей земле. Но я отсюда никуда не уеду. Я бежать не буду ни за что. По разным причинам, по многим разным. Вот. Но я буду здесь. Я буду здесь до конца. Как у нас будет, так будет. Вы видите, что я нахожусь у себя дома. Вот это не фотошоп. Я нахожусь здесь у себя. Вот мой горшочек с цветочком. Я никуда бежать не собираюсь. Здесь моё родное Запорожье. Я здесь родилась. Здесь родился мой сын, мой муж. Мы никуда отсюда не уезжаем. И никто нас не заставит отсюда бежать. Это моя земля. Я здесь буду жить. Но я надеюсь, что всё будет хорошо. Я расскажу такой факт о себе. Вообще, мне, конечно, посещают иногда мысли о смерти. И ещё задолго до того, как у нас вообще началась эта вся военная история, честно скажу, я записала последнее видео. Но последнее на случай, если меня не будет, а канал вдруг будет. Надеюсь, что он проживёт дольше меня. Но я его ещё не разместила. Я его записала, я его куда-то кинула в компьютер. Потом как-то тут очень много дел было всяких разных. Мы болели. И я его ещё не смонтировала. Но я записала последнее видео на случай, если вдруг, как вы знаете, про котиков и собачек говорят, что они ушли на радугу. Ну то есть умерли, в общем-то. И я тоже записала про себя такое видео. Но я его ещё не разместила. Но, наверное, надо разместить, если я успею. Я его, конечно, размещу. Вот, надеюсь. Где-то оно у меня лежит в компьютере. Так что я спокойно к этому отношусь. Как писал Булгаков, человек смертен и смертен внезапно. То есть, ну, каждый может умереть. Сейчас у меня такая философия. Я для себя всё равно нахожу хоть какие-то маленькие веки, положительные моменты. Ну, если я умру вдруг сейчас, то я не буду хотя бы какой-то старой бабушкой. Вот. Я останусь вечно молодой. Вот. Утешаю себя этим. Так что я вообще записала последнее видео. Я его поставлю, когда смонтирую. Я его, не знаю, не помню, куда я его положила. Даже на компьютере. Вроде бы оно у меня сохранилось где-то. Я его смонтирую и размещу. Запланирую наперёд. Может быть, когда-нибудь до него дойдёт время. И вы его увидите. Ну, посмотрим, как всё у нас тут будет. Я надеюсь, что всё как-то наладится. Ещё я хочу сказать, что я сейчас сильно сбросила вес. Это произошло не по моей, как бы, прихоти. Я не хочу сейчас абсолютно есть. Я пытаюсь себя заставить что-то кушать. В меня вообще не лезет еда. И точно так же у меня муж почти не ест. Ну, сын как-то ест. И мы стараемся ещё выходить, дышать как-то воздухом. Чтобы, ну, хоть какой-то аппетит вообще, чтобы, знаете, вот этих чёрных кругов под глазами не было синяков. Как панды. Вот. Но есть совершенно не хочется. И перед вот этими событиями я могу сказать, что мы ещё переболели. Я тогда тоже очень плохо ела. И сейчас вообще абсолютно не хочется есть. У меня есть еда. Вы за меня не волнуйтесь. У меня всё есть. Всё хорошо. У меня есть запас еды. Я вообще запасливый человек. Еда у меня есть. И как бы средства гигиены. Всё вот это у меня есть. Но есть абсолютно не хочется. И я сегодня взвесилась. Я сейчас вешу 60,5 килограмм. Я не помню, не смотрела, сколько я весила после поста. Но, по-моему, я весила больше. Мне кажется, что я сейчас вешу меньше, чем я весила даже после поста. То есть вообще не хочется есть. И муж у меня сбросил тоже 7 килограмм. Где-то за последние 2 недели. Вот мы не взвешивались. Я сбросила, наверное, несколько килограмм. Потому что после поста я, наверное, скорее всего, что-то наела. Я не помню. Потом я болела. Сейчас у нас все вот эти события, которые не располагают к аппетиту, к хорошему настроению. Ну, сами понимаете, наверное. Вот у меня лежит буханка хлеба. Сейчас хлеб, например, у нас в АТБ. Выдают не больше 2 буханок в руки. Но я взяла пол буханочки. И то мне муж сказал, зачем ты его берешь? Мы его не едим. У нас лежит где-то 2 буханки. Там по пол буханки мы покупали. Мы одну буханку едим уже дня 4. Вот как началась эта война, мы еще втроем за все эти дни не съели даже одной буханки хлеба. Серьезно. Потому что я, конечно, жарила котлеты. Я тут готовлю как могу. И стараюсь им что-то для разнообразия вкусненькое дать. Но никто ничего есть не хочет. У всех нет настроения. И даже мой сын говорит, что он очень сильно расстроен тем, что у нас война в Украине. Понятное дело, мы все расстроены очень сильно. Вот это очень большой стресс. И я не ем. То есть я, конечно, пытаюсь. Я пытаюсь просто есть через силу. Ну и себя тоже, опять же, утешаю тем, что я буду стройной, прекрасной. Вот. Все будет хорошо. А если выживем, так это будет вообще замечательно. В крайнем случае похоронят красивой, стройной. Вот. В таком, в общем-то, виде. Ну и я надеюсь, что все будет хорошо. Я на это очень сильно надеюсь. Я верю в наших воинов. Я верю в защиту высших сил, светлых сил. Потому что я считаю, что человек добрый, хороший. Я никому не мешаю жить. Вот. Абсолютно. Я никогда ничего чужого не брала. Все хорошо должно быть. И мне нужно растить сына. И я считаю, что у меня есть миссия заниматься творчеством. Я считаю, что это действительно у меня такая миссия. Даже ведение канала — это тоже маленькая миссия. Кто-то же должен вам что-то интересное рассказывать, показывать. Ну, тоже мини-миссия. Но всё-таки, наверное, в этом тоже есть часть моей цели существования в этом мире. Хотя, конечно, я предполагаю, что впереди ещё могут быть всякие разные времена. У меня конкретно, в моём личном гороскопе, я это знаю ещё с детства, потому что я астрологией вообще интересовалась с детства. Конкретно в моём личном гороскопе стоит, что у меня удача в военных действиях. Мы смеялись ещё с моей мамой, когда ещё была подростком, я уже интересовалась астрологией. И мама говорила, «О, может, ты будешь генералом?» И я вот своём сыну говорю, «Может, я буду генералом?» Или что-то будет такое. Сын, знаете, что говорит? Он так на меня посмотрел, говорит, «Какой из тебя генерал? Ты неопытный одуванчик». Так что вот так меня мой ребёнок воспринимает неопытным одуванчиком почему-то. Хотя я так не считаю. Я считаю, что в случае необходимости я свои силы сконцентрирую, внутренние, конечно. Потому что физических сил у меня больших нет. Я даже как бы не обращаюсь на этот счёт, но внутренние, наверное, должны быть как-то. Я же вам рассказывала, что я овен. Я огненный человек. Пока что противостоять вот этому огню, который обрушился уже многократно на наши города, я никак не могу. И это, конечно, очень сильно давит на психику. Я чувствую стресс от того, что какая-то такая беспомощная ситуация конкретно для меня внутри. Но я надеюсь, что всё наладится. Может быть, будет трансформация сознания. Слышите, у меня птички ходят за окном. Да, вот этот звук из-за окна. Это у меня ходят птички. Я не знаю, что я здесь, хотя жалюзи закрыты. Они прилетают. Пока ещё я их кормлю. Пока есть чем. Вот, сегодня уже, ну, в АТБ не было уже этих круп никаких. Но у меня крупы есть. Как бы чуть-чуть. Я не фанат вообще этих всех каш в большом количестве. Вот, ну, кормим. Пока можем сами кормить и кормиться, кормим. По поводу моей философии, я могу сказать, что последние пару лет, когда я для себя открыла трансерфинг, у меня очень сильно перевернулось сознание. Очень сильно. Я была вообще абсолютно уверена, знаете, что уже ничто мою систему ценностей как бы не встряхнёт, не перевернёт. Вот, вот я абсолютно к этому не была готова, ко всему, что сейчас. Потому что у меня сейчас идёт очень сильная переоценка ценностей по многим вопросам. Отношение к странам, к нашей, к стране, которая на нас напала. Потом у меня отношение к деньгам сейчас поменялось. У меня поменялось отношение вообще к работе и к внутренней философии тоже. В общем, у меня сейчас каша в голове нереальная. Вот именно из-за того, что очень много эмоций. Стресс, конечно, очень сильный. Сейчас очень сильный идёт как бы перелом сознания. Может быть, это и надо. Говорили, что будет там пятое измерение, трансформация сознания. Трансформация очень болезненная на самом деле. И я сегодня лежала ночью, думала, даже спать не могла. Я лежала и думала, что самые болезненные ситуации в моей жизни, они мне действительно били по психике. У меня было, например, два перелома позвоночника. У меня были разные там падения. Тоже ещё там какие-то переломы, надломы. Я лежала, кроме этого, много раз в больнице с разными там всякими заболеваниями. Но я могу сказать, что так как в психике меня жизнь била, это просто не сравнить ни с чем. Я очень болезненно переношу стресс. Ну, опять же, наверное, потому что я овен. Овен — это голова вот в зодиаке. И мне очень, конечно, больно и плохо от этого всего. Мне очень плохо. И я могу сказать, что, конечно, это идёт очень сильный перелом в сознании. Идёт сдвиг ориентиров. И даже понимаю это всё, что трансерфинг, что нужно думать позитивно, не создавать избыточные потенциалы. Но сейчас идёт переоценка ценностей. И я опять нахожусь в каком-то таком стрессовом, дико стрессовом состоянии, до которого, я думала, я уже не дойду. Ну, понятно, что человека можно вырубить какими-то очень близкими личными травмами. Но сейчас происходит всё это вокруг меня, в моей стране. В общем, сейчас я живу в очень сильном стрессе. И идёт очень сильное изменение моей внутренней философии. Хотя я очень рада, что я для себя открыла трансерфинг. Трансерфинг. Я рекомендую всем почитать трансерфинг. Может, вы тоже что-то для себя откройте. Ещё я хочу обратиться к русским матерям, у которых сыновья служат и которых, возможно, отправили на Украину. Я знаю, что в Украине создали какой-то сайт, типа там «Шукай Мене» или «Пошук Мене». В общем, что-то такое. «Пошук» или «Шукай» — это типа «Ищи меня». И я знаю, что Россия заблокировала этот сайт. На этом сайте Украина выкладывает информацию по тем, кто здесь из агрессоров, из тех, кто напал, взят в плен или убит. И если вы хотите найти своих близких, просите, чтобы те, кто живут в других странах, искали на этом сайте и давали вам эту информацию. Скорее всего, увы, но кого-то будут находить на этом сайте людей, которые, к сожалению, были присланы убивать наших людей. И ваши люди должны сделать для себя вывод, как к ним относятся, за кого их считают, и почему всё это происходит. И хотят ли они вообще ехать в чужую, в другую страну, убивать чужих людей? Хотят ли они этого? Если они этого не хотят, то нужно делать выводы. Можете писать всё, что вы думаете. Я уже тут начиталась за последние дни много всего. Хочу сказать, что мы сплочённая страна. По поводу войн я вообще хочу сказать, что за разными войнами, которые были в истории, если посмотреть, если читать уже потом через много лет, стоит очень много вранья разного. Например, про тех же финнов, как врали в советское время, когда финны дали отпор, а эту информацию переврали, перекрутили, преподносили не так, как это было на самом деле. Я могу сказать, что я родилась в советское время, и я благодарна советской стране за многое, что есть в моей жизни. Но будем откровенны, что было много вранья по разным войнам, и по Афганистану, и по другим войнам. Я предполагаю, что через время, через годы мы или кто-то другой будет открывать, рассекречивать какую-то информацию, которую мы сейчас не знаем. Я это предполагаю. Вот поэтому я, конечно, размышляю об этом всём, что происходит, и на некоторые вопросы у меня нет ответов. Но то, что я вижу, это то, что на мирное население нападают, бомбят, стреляют, разрушают инфраструктуру, разрушили нашу мирную, спокойную жизнь. Вот это то, что я вижу. Это никто абсолютно мне никак уже не преподнесёт иначе, потому что сейчас вся наша мирная жизнь спокойная, она вся разрушена. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо, что вы меня выслушали. Пишите, пожалуйста, всё, что вы об этом думаете. Я просто говорю о том, что думайте о том, куда вас, если это смотрят меня из России, думайте, куда вас посылают на войну, и ради чего, и ради кого. Вот вы подумайте, ради кого хотите ли вы шанс большой умереть, хотите ли вы, чтобы ваших детей сюда к нам посылали, потому что мы своих детей защищаем, мы защищаем свою свободу, у нас народ дружный. Поэтому, несмотря на то, что у нас маленькая страна, у нас нет ядерного оружия, но мы будем стоять до конца. Я надеюсь, что наших политиков хватит мудрости, хватит возможностей, чтобы восстановить мирную жизнь. Я на это надеюсь. Благодарю вас за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока.